Итоговая тестация началась. 1 декабря – единый день написания итоговых сочинений по русскому языку для 11-классников. Почему свой первый экзамен школьники сдают в середине учебного года, расскажем далее. Сочинение, которое пишут школьники в декабре, – лишь первая ступень допуска к летним экзаменам. Не получишь зачёт – не сможешь сдать ЕГЭ. К тому же баллы, полученные сейчас, зачтутся при дальнейшем поступлении в ВУЗ. А поэтому написать сочинение обязан каждый. Если сегодня он не сможет этот зачёт получить, то у него будет возможность получить его ещё два раза. Мы пишем итоговое сочинение в феврале и в мае. За почти 4 часа 11-класснику нужно написать развернутое структурное и аргументированное сочинение. На выбор пять тематических направлений. Человек-вутешествующий, цивилизация и технологии, преступления и наказания, Кому на Руси жить хорошо и книга, музыка, спектакль или фильм про меня. В качестве аргументов обязательны примеры из художественной литературы. Поэтому подготовка к экзамену начинается задолго до выпускного класса. Не было такого волнения, что я что-то не знаю или что-то не смогу написать. Я просто знал, что я имею в своём запасе большое количество литературы и большое количество выражений, которые помогут мне написать. Мне казалось, будет сложнее. Когда был пробник, я больше переживала, чем на реальном экзамене. Мне кажется, потому что я много готовилась с сентября месяца, поэтому я и смогла написать, наверное, хорошо. В этом году сочинение написали свыше 3,5 тысяч 11-классников Смоленщины. Оригиналы их работ отправлены в областной центр. Результаты будут озвучены в течение 7 дней. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.